Еще четыре года назад корреспондент Ольга Васенде и представить не могла, что помимо косметички, ежедневным атрибутом ее сумочки станет микрофон. Настоящим откровением для выпускницы МГУ имени Кулешова стала и работа за кадром. За красивой картинкой двухминутного сюжета стоит большой пласт работы. Сбор информации, выезд на съемку, написание текста, начитка, а дальше монтаж. Хороший телерепортаж – это искусство, собранные воедино винтики, которые запускаются механизмом журналистского мастерства. Весь сюжет зависит не только от себя, это еще и работа других людей. И здесь важна оперативность, слаженность и, наверное, мое такое четкое руководство. В работе холдинга не каждый сам по себе. Здесь один зависит от другого. За приятным голосом корреспондента и красивой картинкой оператора стоит работа шеф-редактора, монтажера и даже водителя. Оперативное прибытие на место событий – первый шаг к качественному контенту. В другой раз, в общем, съемок очень много и приходится где-то проехать даже больше 100 километров по городу. Это очень сложно, не нарушит ничего, ну и безопасность движения. Иногда события в городе разворачиваются с молниеносной скоростью. К ним нельзя быть готовым заранее. Именно поэтому, помимо корреспондента, на чеку и остальной коллектив. Сергей, у нас съемка, поехали. Холдинг «Бобруйское житё» стал активно расширяться в 2017-м. Именно тогда на свет появились «Зефир-ФМ» и «Бобруйск-360». С ними в семью пришли не только новые лица, но и идеи. Каждый сотрудник студии на Пролетарской живет своей работой. С трепетом здесь относятся как к съемке так называемой картинки для погоды, так и к розыгрышам в эфире. Ведь радовать зрителя и слушателя – самая благодарная работа. Несмотря на молодой возраст телеканала «Бобруйск-360» и «Радио Зефир-ФМ», уже на уровне области, республики, мы себя зарекомендовали как команда больших профессионалов. Телевидение и радио создавалось в первую очередь для освещения проблем наших гаражан, бобручан. В центре внимания, новостей всегда был и есть, и будет человек. «Зефир-ФМ» – это не только всем знакомое утреннее шоу «Пять пятниц», но также часовые новости, ежедневная программа приветов и поздравлений шалом и большое интервью. Казалось бы, только вчера на волне 95 и 4 «ФМ» вышел первый эфир, а уже в этом году самое сладкое радио страны отмечают четырехлетие. За это время менялись как ведущие, так и темы для обсуждений. Но одно остается неизменным – актуальные новости и неподдельные эмоции. В моей работе самое любимое – это, конечно же, наверное, розыгрыши. Я очень люблю дарить подарки, тем более я делаю это не своими руками, у нас есть спонсоры. Ну и очень классная рубрика «У нас три шутки на завтрак», которая бодрит, заряжает позитивом на весь оставшийся день, но и она уже в завершении нашего утреннего шоу. То есть пошутили и пошли домой. Класс! В центре внимания холдинга всегда был и будет родной Бобруйск. А обратная связь с его жителями поддерживает коллектив в рабочие будни. Без вас не было бы нас. Ну что ж, 9.51 на стадиных часах. Мы прощаемся с вами. Впереди у нас большие, очень выходные, четыре дня. С вами было утреннее шоу «Пять пятниц» Диана Станкевич. И Владимир Киреев. Всем хорошего настроения и отличных выходных. Всем пока! Карина Гуревич, Максим Галеонко, Андрей Богдан, Бобруйск, 360.